Девушки отдыхают Мы в Алмачи и движемся от Казани в сторону Куюков Собственно говоря, поэтому-то мы и движемся, потому что от Казани А вот весь этот поток, который сейчас идет от Куюков, он практически не движется, он стоит И вот так происходит каждый день Мы, чтобы добраться сюда, встали сегодня в 4 утра А вот эти люди, которые стоят сейчас в этой пробке, делают это каждый день Потому что для того, чтобы добраться в Казань на работу или отвезти ребенка в казанскую школу Нужно потратить иногда 2, а то и 3 часа Что делают жители Куюков, если они не спят и не работают? Стоят в пробке Они отдали бы многое, конечно, чтобы совершить эту поездку лишь однажды в одном направлении И больше не возвращаться сюда никогда Но отдано и так уже последнее Куплено доступное жилье И получен в нагрузку недоступный и неприступный отныне город То, что изначально виделось как райская жизнь на лоне природы По факту оказалось ссылкой на целину Многие попали в ловушку уже против своей воли И перед нами масштабная и повседневная картина Великой Куюковской депрессии Безвыходность в том, что никаких других выходов просто нет Есть, конечно, один Дорога из Куюков через Богородское на трассу М7 и дальше по желанию В Казань или, скажем, в Пестрицы Но дороги этой по факту нет Зимой расчистят и ехать как-то можно До жутких снегопадов Летом тоже можно По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам А вот весной и летом Это пожелание природы Пройдут дожди, М7 подожди Гласит местная поговорка Не получится добраться даже до Богородского А это главное Тут какая-никакая, а дорога уже есть А дальше развязка и М7 Понятно желание местных властей Которые дождались все-таки республиканских денег На новую дорогу Использовать и существующую уже развязку И дорогу на улице Центральной в Богородском Вот проект Особых препятствий на пути нет Кроме, собственно, села Но тут реконструкция дороги А не ее строительство И это существенно Потому что денег-то тоже в обрез Это наиболее короткий путь Плюс мы обеспечим полную безопасность Жителям и Куйков, и Богородское Устройством пешеходов Лежачих полицейских Светофоров И обустройством тротуаров Нынешние передвижения местных жителей По улице Центральной Безопасными действительно не назовешь На пешеходные переходы Транзитное авто просто не обращает внимания Дети преодолевают по пути в школу Сотни метров Прямо по проезжей части По которой давно уже курсируют Большегрузы даже И местные жители Насмотревшись на этот бардак Не верят, конечно, в то, что с ним можно справиться Думаете, будет хуже только еще? Будет намного хуже Мы просто боимся своих детей Вот посмотрите Вот ездят Это сейчас еще нет трассы реконструированной Мы боимся Мы боимся просто вот этого Сейчас вот эти грузовики Создают опасность движения пешеходов Вот здесь можете посмотреть Вот женщины с колясками ходят Они не могут тут двигаться И если строительство дороги предполагает Увеличение вот этого трафика Конечно, мы этого не хотим Мы просим эту дорогу сделать объясную Народные варианты новой дороги есть разные И все они в обход С одной стороны от села С другой стороны, ну кто против? Никто Против только время и деньги Вот берем для примера вариант с обходом южнее села Он не основной, говорят жители Но все-таки Эта трасса, она по длине увеличивается Несколько раз по своей длине Вот эта трасса? Да, она в раза два с лишним раза увеличится Соответственно, ее стоимость Плюс здесь нужно Опять же, это земли других собственников Здесь мы также пересекаем Несколько оврагов Соответственно, это затрудняет Устройство этих дорог И прохождение по лесному фонду Там лес Да, это лесной фонд Это тоже нужно разговаривать С Российской Федерацией Плюс примыкание, которое на сегодняшний день Это оно абсолютно не соответствует Тому, какое оно должно быть Соответственно, это тоже переустройство Полностью этого примыкания На разработку только документов Уйдет несколько лет Мы не говорим о реализации Несколько лет Это медицинский факт Его здесь никто и не оспаривает В Богородском вообще не торопятся с этим И пусть на это сейчас уйдет чуть больше времени Чем мы просто заплатки на дорогах постелем Пусть на это разработчики потратят Больше ресурсов, больше времени Но сделают так, как это будет удобно В дальнейшем жителям, которые здесь живут Понятно, что и сроки сдвинутся И бюджет поменяется Вопрос перспективы Чего мы хотим? Мы А кто эти мы? Давайте вспомним, что дорога строится В границах одного сельского поселения И в состав этого поселения Входит деревня-мегаполис Куюки Жителям которой эта дорога, собственно, и нужнее всего Здесь, на этом берегу Время идет значительно медленнее И если бы не вот это известное нам обстоятельство На разработку только документов Уйдет несколько лет То никто не был бы против Поэтому большинство здесь против того Чтобы ходить вокруг села Богородского Вокруг да около все эти годы Как предлагают на том конце провода Альтернативная дорога, она нужна Но нужна она не сейчас Потому что в данный момент Мы все из Куйков страдаем Потому что нет этой дороги Мы не можем попасть на М7 Мы не можем попасть... Некоторые работают где-то в Пистрицах Некоторые в Пистрицах Едут за документами И, соответственно, здесь еще есть такой момент То, что экстренная помощь Она не реагирует так оперативно, как хотелось бы В Богородске это очень тоже красиво говорят Что давайте дружить Давайте будем это как-то разруливать Но почему-то с нами никто считаться не хочет И то, что, допустим, скорые приезжают С Пистрицов приезжает к нам И лично я сама 4,5 часа с ожогом ждала скорую И она приехала после того, когда уже местные соседи Все меня обезболили Все это прошло у меня Ну, то есть, как бы, вообще-то не шутки Это какая-то такая игра с жизнями людей Насчет каких-то принципиально по мне Так не очень важных вопросов, да Потому что предлагают все-таки дорогу достаточно обдуманно Достаточно безопасно для жителей Богородского, да Ну, с заботой о том, об их удобстве Дорога тут, единственная дорога в Казань В Салмачи, Куйки Это очень страшно Нет, реально это очень страшно Потому что у нас такие особенные дети, да Не случись что Ну, все, мотор над мира Тут, если какая-то небольшая авария, пробки все встали У нас дети особенные, вот ЦП Я хочу приехать в Богородское Там есть МФЦ Сейчас МФЦ очень много дают, много справок Сейчас 80 функций они выдают этих справок Извините меня, пожалуйста Я хочу приехать в Богородское Где дорога в Богородское? Мы понимаем всех Но загвоздка в том, что жители двух соседних сел Не могут понять друг друга Время течет по-разному Пусть на это разработчики потратят больше ресурсов, больше времени Но сделают так, как это будет удобно в дальнейшем Жителям, которые здесь живут Школа, пожарная часть, поликлиники, дороги Пусть их будет больше, да? Но пусть они начнутся с малого И пусть они начнутся прямо сейчас Потому что ждать, что это будет через 5 лет Или через 10 лет Ну, в смысле? Через 10 лет моего ребенка здесь не будет Потому что ей будет 20 лет Мы не торопимся Мы хотим прожить нормальную долгую жизнь И чтобы наши дети Тоже нормально переходили дорогу Мы живем сейчас, нам не надо завтра Мы сегодня жить хотим Сегодня хотим ездить, навещать родителей Это все сегодня нужно делать, а не завтра Завтра уже может быть поздно, к сожалению Еще страшнее будет ходить, очень много машин, хорошо У нас вот единственная дорога Куйки-Самучи Давайте они перекроют эту дорогу И все Тут дорогу перекроют, там дорогу перекроют Мы тут на Весолёсе будем летать Нам показалось, что в Пестричинском районе Близки к решению, которое учитывает мнение большинства В Куюках сегодня подавляющее большинство Подавляющее не только Богородское Но и население множества городов И даже целых районов республики Возможно, с точки зрения работы над ошибками Это было бы правильно Казань, давно окружившая себя этим кольцом дешевых гетто Бросила их, по сути, на произвол судьбы Ведь это уже не Казань Хорошо, что нашлись у республики Эти противотромбозные средства Но будет ли скорой эта помощь? Вряд ли, если здесь так и будут ходить Вокруг да около Михаил Любимов и Андрей Ключников Семь дней